Добрый вечер, уважаемые телезрители! В самый разгар осени, как всегда, все самое нужное, актуальное и полезное, как для души, так и для тела. В студии я, Владимир Малинин, и мы начинаем. Пережить инсульт – это одно, полноценно восстановиться после – совсем иное. И тут вы должны знать о существовании такого фонда, как ОРБИ. Это всероссийская благотворительная организация, которая помогает бесплатно как самим пациентам, так и родственникам. Более того, фонд поддерживает медицинские учреждения и проводит курсы повышения квалификации для медиков. Кроме того, на своем сайте активно размещает публикации о профилактике инсульта. Светлана Николаевна, вам 69, да, старушка. В отменном чувстве юмора Светлане Поповой не откажешь. И в продвинутости тоже. На профилактический бесплатный прием к неврологу по случаю дня борьбы с инсультом попала благодаря современному подходу к жизни. Светлана Николаевна, я тут недавно узнала новость, что команда наших ульянских пенсионеров стала первой по стране в плане финансовой грамотности. Ну и в принципе, по-моему, в плане компьютерной грамотности наша команда серебряного возраста тоже не проигрывает. А вы как с компьютером? На «ты» или на «вы»? Наверное, на «ты» в одноклассниках. Увидела акцию, быстренько сориентировалась, позвонила, записалась. И вот я здесь. В Центре общественного здоровья такие акции продумывают подетально. Так что после основного диагностического осмотра Светлана Николаевна отправилась в кабинет УЗИ и получила достоверную картинку состояния магистральных сосудов головы. Затем консультация невролога с традиционными заданиями – сжать и разжать пальцы доктора. Четко выговорить – 33. Вытянуть руки, а пальцем дотронуться до кончика носа. Открываем глазки, смотрим на молоток. Один молоток? Один. Средим глазками. Один. Не мерещится один. Хорошо. Один. Один. Немножко левая века, да, опущенная. Это с детства у вас? Да, это я так родилась. Как я всегда говорю, разные глаза. Врач заверяет – она еще ого-го. И без этого ресурса никуда. Так получилось, что Светлана Николаевна воспитывает двоих несовершеннолетних внучек. Девочки бабушку слушаются, не шалят. А вот артериальное давление иногда подводит – шалит. Поэтому врач рекомендует постоянный контроль, а также отслеживать уровни сахара и холестерина. На пользу пойдут умеренные физические нагрузки, но и общая оптимистическая установка. Ну, наверное, надо побольше улыбаться, меньше на все смотреть. 15 лет я купаюсь в пророге, на крещении. Вот, наверное, все это дает. Много хожу, меньше лежу. Иногда даже говорю, может, мне на работу пойти. Девочки говорят, нет, бабуля, отдыхай. Если бы все проявляли к своему здоровью столь устойчивое внимание, то инсульты у населения случались бы реже. А так статистика горькая. В мировой ежегодной практике порядка 15 миллионов случаев острого нарушения мозгового кровообращения. К сожалению, бывает так, что даже на фоне проводимого лечения резервы организма не справляются, очень развивается большой очаг в головном мозге, ну и процесс несовместимый с жизнью. Но бывает и так, что человек успевает довести в так называемое терапевтическое окно, да, правило золотого часа, когда мы успеваем провести тромбоэлитическую терапию. И, ну не то, что по волшебству, но действительно, когда я это пару раз видела, оно похоже, что буквально уже начинают вводить препараты, и человек становится, ну то есть вот эти симптомы неврологического дефицита, они уходят. И человек выписывается, уходит из отделения своими ногами. Вот. Следующий этап лечения инсультов – это выполнение тромбоэкстракции, то есть когда мы будем непосредственно тот тромб, который закрыл сосуд в головном мозге, его, ну по типу, как вот рыбак удочкой забирать, вот. Но там есть ряд технических моментов, но я думаю, все это решаемо, поэтому потенциал для проведения этой терапии, потенциал для восстановления людей, потому что если при тромбоэкстракции терапии мы ограничены 4,5 часа, то тромбоэкстракцию в ряде случаев можно даже до суток выполнять у человека, у которого развился резко неврологический дефицит в средстве сосудистой катастрофы. К более-менее привычной жизни после возвращается лишь треть. Еще треть погибает, и такая же часть получает инвалидность. Среди факторов риска – люди с сахарным диабетом, заболеваниями легких и артериальной гипертонией. В большинстве своем это все-таки вопросы нелеченной гипертонической болезни или леченной от случая к случаю. Кризис миновал, и человек считает, что больше ему гипотензивные препараты пить не надо. Это совершенно неверно. Это очень ошибочное мнение. Препараты у человека, у которого есть эпизоды повышения давления, нужно принимать постоянно по назначению врача. Ну и, конечно, эти симптомы должен знать каждый, независимо от возраста. Человек не может улыбнуться, уголок рта опущен. Не может произнести свое имя, не поднимаются обе руки или одна ослабла. Возможно, это инсульт, а у медиков есть всего 4,5 часа на то, чтобы спасти жизнь. Вызов скорой – не роскошь, а необходимый незамедлительный элемент программы спасения. Точная диагностика в сосудистом центре, врачебный осмотр плюс компьютерная томография. Иногда приезжает, например, наш центр здоровья, выезжает, да, вот слабость в руке, слабость в ноге. Сколько времени? Уже две недели, две. Ну, понимаете, это, конечно, уже вот научить просто людей надо. Надо, чтобы они нас слушали, слышали и исследовали нашим рекомендациям, как в отдаленных селах, так и в городе. Иногда звучит такой термин, как микроинсульт. На самом деле микроинсульт – это, скажем так, разговорный язык. То есть у нас, у врачей такого понятия не существует. Есть приходящее нарушение мозгового кровообращения, то есть когда у человека развилась симптоматика неврологического дефицита, и буквально в течение часа, получаса, нескольких часов оно прошло. То есть почему это возникло? Как таковой очаг не сформировался в головном мозге, и, соответственно, функция головного мозга восстановилась, и поэтому у человека все прошло. Вот в ряде случаев вот это называет состояние именно микроинсульта. Врачи говорят, иногда микроочаги поражения существуют, но поскольку у организма есть резервы, то и неврологический дефицит не развивается. Здоровые клетки берут на себя функции пораженных, и постепенно человек восстанавливается. Самый молодой пациент у меня был 27 лет с инсультом, причем у него с временем рывались очаги. Но, опять же, возможно, вследствие того, что молодой возраст, резервные способности организма быстро справились, то есть неврологический дефицит ушел буквально в течение суток, но очаги были. Связано это с тем, что, наверное, правильно сказать, неправильный образ жизни и неправильное отношение к своему здоровью именно со стороны молодых. Во-первых, это гиподинамия. Давайте пошагово, что делать, чтобы инсульт обошел стороной. Правильное питание с низким, ну, да, с низким количеством быстрых углеводов, с большим количеством клетчатки, белка. Благо, сейчас очень много средств информации, где можно подчеркнуть вплоть до того, что меню на каждый день. Не зря говорят 10 тысяч шагов. Ну, просто 10 тысяч шагов – это достаточно просто сделать. То есть это вышел в среднем, ну, от получаса до часа прогулка доступна всем. Не нравится прогулка – можно ходить в бассейн. Не нравится бассейн – можно ходить в спортзал. То есть, видите, средств очень много. Самое главное – не сидеть на месте. Элементарно ту же зарядку можно делать и дома. И вот прям недавно я консультировала бабушку, 90 лет. Каждое утро она делает зарядку и, поверьте мне, выглядит даже лучше, чем я. Курение, никотин, он негативно влияет на состояние сосудистой стенки, поэтому риски развития каких-то сосудистых катастроф у людей, кто курит, значительно повышаются. Следующая вредная привычка – это алкоголь. Потому что, когда идет чрезмерное употребление алкоголя, там запускаются свои реакции, вследствие чего человек склонен к повышению давления. Опять же, у человека изменяет сосудистая стенка, соответственно, на повышение давления может быть совсем другая реакция. Ну и плюс, как бы, у тех, кто чрезмерно злоупотребляет алкоголем, у них развиваются свои изменения со стороны сердца, а сердце-мозг, они непосредственно связаны. То есть, будет страдать сердце на работе мозга – это тоже отнесется. Я стараюсь не думать о никаких болезнях. Я думала о том, как всегда говорю, чтобы не заболеть, не умереть, потому что у меня есть внучки, которых мне надо выдать саму, дождаться правнуков. Жизнь вообще хорошая штука. Надо жить и жить и жить. В Приволжском федеральном округе проживает более 5000 детей с расстройствами аутистического спектра. Это серьезный показатель. Но тут же добавлю, что это отнюдь не полная статистика. Просто многим проблемным ребятам диагноз так и не установлен. Либо родители не относятся к ситуации со всей серьезностью, либо медики, что называется, не доглядели. Благо, запущен глобальный проект под названием «Ментальное здоровье». Уже присоединились Башкорстан, Мариэл, Мордовия, Татарстан и Чувашия, а также Нижегородская, Пезенская, Саратовская области, Пермский край и наш регион. Что сделано? Организовано и работают тренировочные квартиры плюс ресурсный учебно-методический центр. Пожелаем благому начинанию удачи и переходим к рубрике «Профи». Я не понимала, я не представляла себя врачом, насколько это у меня получится, потому что всегда мы видим в телевизорах, книжках читаем, что это профессия, где очень большая ответственность, когда ты несешь ответственность за жизнь человека. Страх был непосредственно. Когда начинаешь работать, уже даже появляется любовь, сочувствие к пациенту, чувство понятия помочь и интерес, естественно. Шахри Байрамова родом из солнечного туркменского Чарджоу, а вот учебной локации выбрала Ветреной Волжский Ульяновск. Практику проходила в отделении хирургии, но затем трудоустроилась в эндокринологию. Меня всегда увлекали темы гормонов. Я понимаю, что это очень сложно для многих, кажется, но если проникнуть во все это, интерес, естественно, появляется больше. Всегда, как организм может преобразиться с помощью гормонов или при недостатке тех или иных гормонов в организме, процессов. Поэтому я решила, что я должна стать эндокринологией. В профильном отделении центральной медсанчасти – молодой, красивый доктор с 2018 года. А в 2020-м приключилась страшная ковидная история, и эндокринология трансформировалась в инфекционное лечебное отделение за номером 4. Сначала его возглавил врач-кардиолог, а затем начальственным решением на ответственную должность поставили Шахри Байрамовну. Сложно, слишком легкое определение того, как ей пришлось. Неизвестная болезнь, нехватка персонала, очень тяжелые пациенты, многие из которых не выживали, потому что сахарный диабет и коронавирус – болезни друг с другом практически несовместимые. Шахри Байрамовна вела тогда тех, кто балансировал на грани в реанимации. Месяц реанимации, 80% поражений любви. Молодая женщина, мать троих детей. При выписке, когда она уходила своими ногами домой, я видела слезы мужа от радости, которые с огромной благодарностью говорили «Спасибо за жизнь». Спасибо за жизнь, что мои дети не остались без матери, что у нас семья осталась полноценной, что это само по себе просто чудо. Вот такие моменты и помогают даже вставать, идти вперед и работать. Сейчас о прошедших испытаниях напоминают благодарственные письма на стенах кабинета заведующей отделением. Эндокринология вновь на своем месте и Шахри Байрамова на своем. Что приятно обновленном. Весной 2022-го провели качественный ремонт, и теперь 55 комфортабельных койко-мест готовы к приему больных. С заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом, ожирением и прочими профильными недугами. Вы, наверное, убедились, что новая схема инсулинов работает гораздо лучше. Прекрасно работает. Да, с помощью этих инсулинов мы можем с вами добиться гораздо лучшего контроля сахара в крови и самое главное – улучшения качества жизни, чтобы это удобно было. Продлить жизнь пациента непосредственно с сахарным диабетом, снижая риск сердечно-сосудистых осложнений. Это наша главная цель. Спасибо большое. Для Надежды Гавриловой это юбилейная пятая по счету госпитализация. На какой вам? На пятой. А, как сладкие женщины. На пятом этаже. Сладкие – это женщины с диабетом? С диабетом, да, сладкие женщины. Боялся за это вот ими ложиться. Все-таки страх. Я не болела коронавирусом-то. Боязнь была. У многих, кстати, у нас страх был. То есть многие говорят тоже, да, боятся? Ну да, не ляжем там. Ковидные лежали, больные. Вот тут вот девочки говорят, у нас тут очень санитарная обработка очень в апреле месяце прошла. Все, все чисто, все прекрасно. Надежда Николаевна, кстати, уже дома. А тех, кто по-прежнему боится подхватить ковид, а потому откладывает плановую госпитализацию на потом, врачи заверяют. В эндокринологии безопасно. Во всех планах. Все пакеты подписаны от строков, фамилии, имя, отчества, инициалами, номер палаты. Здесь находите только те продукты, которые разрешены в отделении. То есть если даже какой-то злостный нарушитель, что-нибудь вкусненькое, такое запрещенное, попытается пронести, не получится? Нет. Если мы такое увидим, естественно, мы говорим первый раз это замечание, попросить убрать этот пищевой продукт, например, чтобы не использовать в своем рационе. Тем более это отделение эндокринологии. Любая погрешность в диете, это очень сильно отображается. На коррекции сахароснижающей терапии, самотерапии, показатели глюкинии. Еще в ковидные времена отделение обзавелось мини-сейфом. Для чего это было сделано? Поступали тяжелые пациенты. На них были какие-то дорогостоящие украшения, которые, естественно, могли пропасть. Чтобы этого не случилось, вот такие надежные ячейки, вот такие пакеты. То есть положили, убрали. И дальше уже пациент получает гарантированное лечение. Его драгоценность тоже в полном порядке. В полном порядке виртуальной целостесохранности и личные данные пациентов. С 2018 в отделении реализуется пилотный проект по электронным историям болезней. Это очень удобно, чтобы посмотреть архив пациента, какими заболеваниями ранее болел, где, на каком, вот у какого доктора на учете все стоит. Бывают пациенты разные. Если пациент поступает в тяжелом состоянии, когда не в состоянии себе рассказать что-то, мы можем зайти в эту программу, посмотреть архив, посмотреть, какое лечение получал ранее, каким препаратом он лечил, на что можно сделать акцент. Все записи других учреждений, если непосредственно врачи работают по этой программе, мы тоже можем идти. Хотелось бы выразить благодарность в первую очередь врачам, как высоким профессионалам своего дела, специалистам, которые подходят индивидуально к каждому пациенту, которые назначают правильное лечение, следят за ним и, ну, то есть помогают во всем. Младший медицинский персонал, хочется отметить, это медсестры, которые тоже из системы помогают, и уколы, и кровь берут. Все вовремя, все по графику, как врач переписал. Кстати, в отделении имеются высокотехнологичные инсулиновые помпы с пультом. Если есть желающие перейти на них, обращайтесь в эндокринологию. Вашу кандидатуру рассмотрят, обучат оформлению документации и всем дальнейшим манипуляциям. Телефон для справок 48-64-47. Ребята, скажите, пожалуйста, а 10 минут – это много или мало? Что можно успеть сделать за 10 минут? За 10 минут можно спасти жизнь. Потратив 10 минут, ты можешь подарить десятки лет. Рафаэль Шарапов – отец четверых детей. Один из победителей областного конкурса «Папа-2022». Человек активный, мудрый, предприимчивый. Своих разновозрастных сыновей и дочек водит в различные секции, упражняет в спорте и финансовой грамотности, а еще закаливает круглогодично. Уверяет, что дети по результатам такой целительной программы почти не болеют, хорошо учатся и всегда в отличном расположении духа. Друзья, я хотел сказать, что именно закаливающие процедуры, почему мы их регулярно делаем, такую бодрость дают, такой всплеск энергии, энергетики. После этого вообще ты ходишь. Действительно, все беды нипочем, в принципе. Поэтому всем рекомендуем, пробуйте. В общем, всем здоровья. Будь здоров. Ребята, давайте обольемся. Вперед. Раз, два, три. Хорошо. Давай. Огонь. С мешком, ребята. И лицо можно так. Все. Идите. Проходите. Давай. Все. У вас есть какие-то вопросы или пожелания? Обязательно пишите по нашему адресу. 432-001 Ульяновс, Гончарова, 8, Репортер 73. А телефон нашей редакции 304073. Оставайтесь с нами. Заглядывайте на наш сайт www.reporter73.tv А также во все аккаунты наших соцсетей. Вместе входим в завершающий месяц этой непростой осени. Бережем себя и близких. Сохраняем добрый настрой. И укрепляем наше здоровье. Неизменно ваш, доктор Малинин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин